МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Центральном регионе развиваются новые на прамке санаторно-курортного лечения. Уже сделала заявку на следующий год, на август месяц. Виктория Освирская познайомилась с курортом Будучини. Беспека и ведовищность милиции Нинской области возмуцнила контроль за оборотом пиротехничных выработок. Наша цель не наказать людей, а максимально на предварительном этапе их предостеречь. Час под леком меньшина займая лидирующую позицию Украине по темпах росту валового регионального продукта. Выники социально-экономичных развития в области подвяли у Миноблаканками. За 9 месяцев Центральный регион отзначился досягнениями у розных сферах у тем леку будовництве. Узведено свыше миллиона квадратных метров. У развития экономики и социальной сферы региона было инвестировано свыше 30 триллионов рублёв. Это другая позиция Украине после Минска. Повеличивается доля организаций с замежным капиталом. Экспорт и инвестиции зараз заявляются прайоритетными галинами, которые необходимо развивать. До конца года мы ожидаем, что ещё будет введена в эксплуатацию как минимум два таких достаточно интересных с точки зрения инновационности и такой, знаешь, нетрадиционный для республики лосьб проектов. Это и построим мы первую такую крупную каниферму в Логольском районе. И в Дзержинском районе мы завершим реализацию такого крупного проекта по производству встреч-плёнки аналогов не только в Беларуси, но и на территории, скажем так, постсоветского пространства. Его, к сожалению, нет. Это нас радует, что всё-таки эти проекты сконцентрированы не только в Минском районе, не только на территории свободных экономических зон, которые сами по себе уже имеют какое-то приоритетное значение, но и самое главное, что они находятся в регионах. Что, в принципе, говорит о том, что регионы получат достаточно такие хорошие стимулы к развитию. У Центральном регионе развивают новые на прамки санаторно-курортных лечения. Заполняльность здравниц высокая, растеинтерес на послуги сарод замежников. Активно санаторы в области меняют и обличия. Здравница, что в Солигорском районе, уже в будущем годе меркует выйти на европейский узровень. СПА-комплексы и фитнес-залы станут выдатным дополнением уже иснуючим процедурам. За пущние два года санаторы значно переснастився. Тут появились крыо и инфра-червоные сауны, СПА-капсула, флантык. Виктория Свирская познайомилась с эскизами будущего курорта. Новинки, конечно, приветствуются всегда. И мы думаем, что это привлечет к нам больше поток отдыхающих. И не только граждан Белоруссии, но и россиян. Многие тут постоянные пациенты и здраживать своим перевагом не избираются. Бассейн, сауна, грязи, ванны. Все чудесно. Я уже записалась, уже сделала заявку на следующий год, на август месяц. Я отдыхаю уже в седьмой раз. До этого ни разу не ходил, но семь лет назад пошел. И после этого каждый год ходим отдыхать. Осень, зима, идем с супругой вместе отдыхаем. Нам очень нравится. Три-четыре месяца. Вообще никаких у нас проблем нет. И суставы подлечиваем. Между тем уже в наступном годе санаторий меркуют зарабить лепшим у Белоруссии и одним из лепших у Европы. Тотальная перебудова почалась. А сегодня рыхтуется проектная документация. Головный врач показывает эскизы и делится планами. Вы приезжаете куда-то, вам первым делом, куда я приехал, да? Вот тот вариант внешнего вида антуража. Мы решили, чтобы дорого строить, да? Нужно же экономно обходить к деньгам. Поэтому это все будет настраиваться на существующие номера, люкс, в том числе и спортивный зал. Это вот наш будущий. Да-да-да, это будет фонтан здесь такой музыкальный. Глобальное первовособление Данина Часу. Наш санаторий представляет собой классический, хороший, добротный санаторий советского периода. Это питание, физиолечение, но мы развиваем теперь, идем по пути еще развития услуг для человека здорового. Наше время дает нам новый импульс, воспользоваться в полной мере наши возможности. Они у нас огромные. У нас есть вода своя минеральная двух сортов. И для флассинга есть рассолы специальные, которые люди покупают за большие деньги. И мы их бесплатно почти и добываем. И есть возможность играть в лечение. Ну и само собой, если сделать все, мы еще обставим, у нас будет самый лучший санаторий Белоруссии. Займаются проектом минские и брестские специалисты обмеркувают кожную дробисть. Прилабные выигроты техничные рожения не повинны исти на суперакадную одному. Все обсуждаем в рабочем порядке. Вот главный врач санатория рассматривает все текущие какие-то моменты. Все поправляем, исправляем, прорабатываем и встречаемся каждую неделю. До студения по воду для специалистов проект будет сделан после его чекает экспертиза. Но далее справа за будовниками. Виктория Свирская, Сергей Курков, Минщина. До надзвычайных ударений. Один человек потерпел вынику авары на трассе Минск-Могиле. Водитель иншамарки неправильно выбрал беспечную худкость и дистанцию. Вынику чего здесь не сутыкнение с трактором. Керутся автомашины за открытой черепно-мозговой травмой, шпитализованы в больницу. И еще один надзвычайный выпадок зафиксованный в Воложинском районе. Узгорание отбылось в удачном кооперативе. Будинок знищенный огнем. Вырытовать господарась о месте девятигодового мужчину не довелося. Причина пожару зараз высветляется. Безпека и ведовищность. Милиция Минской области взмацнила контроль за оборотом пиротехничной выработки. Мониторных объектов в Гандле у правооховники начали 23-го листопада. Первые проверки показали, что есть недопроцовки сбоку Гандляру. Часом небеспечные предметы находятся в вольном доступе для сторонних особ. Оперативники уже сегодня проводят работу и по выявлению людей, которые займаются незаконной реализацией пиротехничных выработков. Проверки будут протягиваться на протягу всех новогодних и калядных святов. Все злочинства ведут за собой отказность. Грозит до 500 базовых величин за незаконную реализацию с конфискацией реализуемой продукции. Это очень ощутимо. Поэтому наша цель не наказать людей, а максимально на предварительном этапе их предостеречь. Сработать на профилактику. Что касается несовершеннолетних, тут работа проводится отдельным блоком. Хочу напомнить, что реализация пиротехнических изменений у нас в республике разрешена только с 15 лет детям. Ну а при нарушении подростковыми законодательства мы вынуждены рассматривать вопрос о постановке их на учебе. День отшиненных зверей. Промысловый туризм развивают на предприемствах в области. Больше за 2000 гостей за 12 краин свету только селета наведали БелАЗ. Распочали проект на заводе летом. Распрацовали маршруты, аки знайомить туристу с историей предприемства. Так само гости могут убачить самозвалы. Рекордсмены доведаться об техничных характеристыках машин. При жадании можно посадить и прокатиться у кабине 130-томного самозвала. Есть специальная картинная галерея, мы сделали, где показано, где работают БелАЗы. Это очень интересно. И когда люди видят, где эта техника эксплуатируется, в каких широтах от севера до тропических условий, то, наверное, понимание совершенно другое. Просто побыть на предприятии, работающем, ну не было возможности раньше. Даже работникам предприятия привезти своих знакомых или родственников. Возраст посетителей, наверное, колеблся от школьников, заканчивая пенсионерами, которые тоже ни разу не были, но хотят. Приезжают к нам иностранцы. Люди, знакомые с производством, наверное, какие-то намечают свои, особенно молодежь, планы на будущее. Что я хочу тоже быть машиностроителем. Я хочу быть инженером, я хочу быть конструктором. Полевничий тур «Новый вид полевания» заявился у Минской области. Уже вызначены сезонные термины лои фазана. Экзотичную птушку разводят у одной из господарок Капыльского лясництва. Супрацовники уже завезли 400 галов. За зиму яны подрастут и выведут птушанят. Усяго ферма повинна дорастить до 2000 фазанов. А уже весной набыть полевничую путёку, зможа кожный жадаючи. Охота на фазана, как бы она и древняя такая охота. Она есть индивидуальная, это с легавой собакой. Есть коллективная, когда можно котлом расположить стрелков, а снутри выпускать птицу, вот внутри этого котла. Есть ещё загонная охота, тоже, когда стрелки становятся на определённой линии, а загонщики идут и выгоняют эту птицу на стрелков. Наша цель в этом году, значит, маточное поголовье, и в следующем году, чтобы потомство получить. Ну и, конечно, определённое количество птиц закупили для того, чтобы методы проведения охоты отработать. И на этом у меня всё. Доброго вам настрою и до встречи.